Компания «Промкомплект» предлагает Насосные станции, системы водоочистки, краны шаровые, циркуляционные насосы, термоманометры, счётчики бытовые, трубы и фитинги полипропиленовые. «Промкомплект» – всё для водоснабжения и отопления в доме. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1. Телефон 75 15 85. Информационная картина уходящих семи дней в программе «Наше время». Я Александр Ефанов. Здравствуйте. Итак, на этой неделе депутаты считали деньги. Областные парламентарии в первом чтении принимали бюджет региона. Ну, проще говоря, расписывали доходы и расходы. Цифры для всех одни, но вот расценивают их почему-то все по-разному. Одни говорят, с финансами беда, ну а другие уверены – трудности будут, но все они преодолимы. Юрий Мишенин услышал и тех, и других. Первое чтение бюджета – это просто параметры. Сколько планируют в 2017-м получить средств и сколько можно потратить. Так, доходы 65,5 миллиардов рублей, расходы чуть более 67, причем львиная часть пойдет на социальные нужды. Бюджет, как всегда, остается социальным и гарантирует конституционные права в образовании, здравоохранении, социальной поддержке. Общий объем средств на социальную сферу в 2017-м году составит 46,7 миллиардов рублей или 69% всех расходов. Но в бюджете каждый находит то, что хотел найти. Вот вывод Владимира Фролова. Он, как всегда, крайне эмоционален и уверен – на социалку денег не хватит. Это драма. Это драма для социальной сферы. Для всего. Для образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания населения. Это драма для всех. А вот депутаты-медики, тоже изучив бюджет, видят увеличение средств в фонде обязательного медицинского страхования. Причем рост довольно серьезный. Фонд обязательного медицинского страхования. Доходы соответствуют расходам. Дефицит заложен ноль. По сравнению с 2016-м годом на 9,5% больше заложено. Фонд – это 21,346,000,000. Действительно, все понимают – год будет непростой. Кризис, потому часть программ все-таки придется сократить. Но, по мнению парламентариев, урежут то, что можно урезать. Происходит урезание каких-то расходов, которые мы могли себе позволить ранее. В частности, поддержка СМИ, развитие туризма, содержание аппарата, государственного аппарата. В качестве примера у нас законодательное собрание на 23 миллиона сокращается расходы на содержание, в том числе на представительские функции. И даже тут сокращение финансирования областного парламента одни приводят как пример рационального использования средств, тогда как другие видят в этом совсем иные симптомы. В законодательном собрании Оренбургской области сейчас по расходам и обязательствам запланирована только зарплата персонала. По факту. Ну, не запланирована, вернее, лучше что сказать, ни связь, ни командировки, ни даже констовары. Можно ли планировать вообще, в принципе, серьезно, что не будет констовара? Такое можно планировать? Я считаю, что нельзя планировать. Бюджетные споры плавно переходят из экономических в политические и обратно. Каждый зарабатывает бонусы на чем может, а что касается бюджета, то к нему еще предстоит возвращаться и не раз, как это было в другие годы. Бюджетом управляют, по сути, в ручном режиме, пересчитывая, изменяя его параметры каждый раз после поступления или, наоборот, неполучения каких-либо средств. И, к слову, в последние годы областной бюджет традиционно сложный, но его каждый раз получается выполнять. Я оптимист. Я надеюсь, что все-таки доходная часть, собственная доходная часть, она будет выше сегодняшней расчетной. И деньги из федерального бюджета тоже будут нам получены так же, а может быть и больше, чем в прошлом году. Юрий Мишенин, Станислав Доминов, Виктор Горшенев. Наше время. Удастся ли фокус со второго раза? Строители намерены возобновить стройку на Чкалово, изменив проект. Об этом в эфире радио Эхо Москвы в Оренбурге заявил Сергей Брюнев. Я напомню, ранее прокуратуре в суде удалось доказать, что в проекте 18-этажного дома на Чкалово нарушены санитарные и пожарные нормы. В итоге застройщика обязали прекратить работы, а по факту выдачи разрешения на строительство возбудили уголовное дело. Так вот, Сергей Брюнев заявил, что пока не знает, будет ли ему ведомство обжаловать решение. С его слов, это зависит от компании застройщика. Но еще одна громкая история. Бывший директор Оренбург Малако предстанет перед судом. Завершено расследование уголовного дела в отношении Николая Прошина. Обвиняемая в период с августа 2015 года по июль 2016 года не исполнила обязанности налогового агента по перечислению в соответствующий бюджет налога на доходы физических лиц на общую сумму свыше 8 миллионов 700 тысяч рублей. Об указанный период по счетам общества в общей сложности прошло денежных средств и имелось на счетах свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Ну а вот другой громкий судебный процесс завершен. Минувшую пятницу в Центральном районном суде огласили приговор трем десяткам человек, которые обменялись в мошенничестве с банковскими кредитами. Ущерб государства от таких махинаций составил 5 миллионов рублей. Как вывели преступную группировку на чистую воду и какие сроки получили подсудимые из зала суда Иван Бер. Вот и завершилось судебное разбирательство сразу по 30 обвиняемым, длившиеся 9 месяцев. Объем уголовного дела составил 90 томов. Звук щелкающих наручников не смолкал в зале несколько минут. Все эти люди приговорены к разным срокам заключения. Теперь по порядку. Лидер преступной группировки Евгений Колыванов работой в Сбербанке придумал нехитрую систему наживы. Выдавал кредитные карты якобы работникам госслужб на разные суммы. Однако же подыскивали данные лица, участники организованной преступной группы, лиц, которые фактически в организациях, в участниках зарплатного проекта Сбербанка России не работали никогда. И на них оформляли вот эти вот кредитные карты, представляя ложные сведения. Причем имел Колыванов от 10 до 15 процентов с карты, таким образом пополняя свой карман. Тех, кто брал кредиты, жертвами не назовешь. Они были знакомыми приговоренного и в свою очередь подыскивали новых людей для оформления денежных займов. Им не нужно будет платить, поскольку имеется в банке свой человек, который удалит всю информацию о том, что вы взяли данный кредит. В результате за 5 месяцев преступной деятельности организатор группировки Евгений Колыванов нанес ущерб государству в 5 миллионов рублей. Раскусить непорядочного сотрудника банка было просто, ведь кредиты брались, а деньги не возвращались. Колыванов Евгений Николаевич признать виновным в совершении преступления, предусмотренного в части 4 ст. 159 Прим. 1 Уголовного кодекса РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 200 тысяч рублей доход государства с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Впрочем, волею судьбы Колыванову повезло. Он, как и все его подельники, попали под амнистию. А потому сроки подсудимые получили небольшие – от полутора до трех с половиной лет с возмещением ущерба. Большинству присудили исправительные работы сроком на год, выплачивая штраф в казну государства. С приговором согласны вы? Ну да. А чем меня амнистировать? Чем мне не согласны? Могло быть хуже. Конечно. В настоящее время ущерб в полном объеме не возмещен. И, вероятно, Сбербанк будет подавать дополнительный иск. Иван Бер, Виктор Горшенев. Наше время. Более тысячи студентов ОГАУ перевелись в ОГУ. Напомню, это связано с лишением Аграрного университета госаккредитации по пяти направлениям подготовки. Желающие перевестись в Оренбургский государственный университет из ОГАУ изъявляют студенты разных направлений подготовки. Будущие экономисты, психологи, социальные работники. Мы рассматриваем каждое заявление, заключаем договор об обучении. Студент вливается в группу ОГУ и при необходимости доздаёт необходимые модули. Если же таких желающих перевестись по одному направлению подготовки набирается не менее 10 человек, то мы создаём отдельную группу и отдельную учебную программу, облегчающую вхождение новичков в учебный процесс. Однако есть и хорошая новость. ОГАУ вернули аккредитацию по одному направлению подготовки. Согласно приказу Рособорнадзора 29 ноября, вузу разрешается обучать магистров и выдавать дипломы гособразца по юриспруденции. О других специальностях в документе ничего не говорится. Но между тем, ситуацию вокруг ОГАУ взяли под контроль сразу два региональных министра труда и образования. Они пообещали, что в беде студентов не оставят и урегулируют вопрос на высоком уровне. Нужно говорить на самом высоком уровне, привлек. Сначала мы через глав сделаем анкетирование, но жёсткое. Не девочек на экономистов и ещё там на кого-то, а вот тех людей, ну джон-дзиры, комбайны, техника сверхсовременная, дорогущая, 15-20 миллионов рублей. В какие руки отдавать? То есть этот вопрос, на мой взгляд, он перезревший уже. Тем очень серьезно. Из студентов в мастера. В Оренбурге определили лучших рабочих по стандарту WorldSkills. Имена победителей озвучили в финале регионального чемпионата профмастерства. Его в области проводят уже во второй раз. WorldSkills называют ещё Олимпиадой рабочих профессий. В этом году вызов приняли более полусотни студентов колледжа и техникумов. Боролись в десяти номинациях. Кто в итоге стал асом своего дела, за ходом соревнований наблюдала Екатерина Волкова. И дипломантом первой степени становится Тагир Таутович Сагитов колледж сервиса. Не шанса соперникам. Тагир Сагитов побеждает второй год подряд. В парикмахерском деле он абсолютный ас. Мне мало и хочу больше участвовать. И чтобы это стимул, это мастерство, это талант. Я скучный стал и думаю, можно ещё поучаствовать. Мне это нравится. В этом году за звание лучших рабочих боролись не только парикмахеры. По стандартам WorldSkills студенты колледжа и техникумов соревновались в десяти номинациях. Это и повара, строители, воспитатели, автомеханики, сварщики. На то, чтобы доказать, а не мастера своего дела, было три дня. Условия чемпионата жёсткие. За каждым движением следили сразу несколько специалистов. А у сварщиков и того больше. Каждому был представлен ещё эксперт. Андрей Питаев из Бугуруслана. Сварщик с опытом. На первый взгляд признаётся ничего трудного. Одного боялся, может подвести волнение. И оно немного подвело. Итог третье место. Волнение, наверное, всё равно сказывается. Больше волнения сказывается. А вот Николай Окунев, которому присудили первое место, считает, что задания всё-таки были очень трудными. Но на то и чемпионат, чтобы зарекомендовать себя профессионалам. Тяжело было. Ну, в принципе, все почти одинаково сделали. Просто, может, кому-то опыта не хватило. О нехватке синих воротничков говорят уже не один десяток лет. В 90-х многие решили, что незачем пачкать руки, производя товары. Ведь можно заработать, просто перепродавая их, а то и вовсе придумывая, как продать эффектнее. Но с помощью одних продавцов и маркетологов экономика долго протянуть не может. Уже всем нравится зарабатывать деньги. А зарабатывать деньги можно в промышленности, в конкретном производстве. Наконец-то это поняли. И эта проблема не только Россия. WorldSkills – всемирная организация. Членство в ней имеет больше 70 стран. Оренбургская область присоединилась к движению только в 2015 году. И главная цель, которую преследуют организаторы – вернуть престиж рабочим профессиям. Наша с вами задача, чтобы что-то на пространстве России носило имя Оренбургский. Кроме платка, кроме еще Оренбургского газа, были еще методы развития экономики Оренбургскими. Но для победителей чемпионата конкурсные испытания еще не закончены. Предстоит готовиться к очередным соревнованиям – окружному, национальному, всероссийскому. Ну а если повезет, то у оренбургских ребят есть все шансы зарекомендовать себя и на мировом уровне. Екатерина Волкова, Владимир Семенов, «Наше время». Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Накануне в день неизвестного солдата в Оренбурге почтили память воинов Великой Отечественной. Первые лица города и области и простые оренбуржцы возложили цветы к вечному огню на проспект Победы. Ну и в продолжении темы – годовщина подвига. Легендарное контрнаступление советских войск под Москвой отмечает 75-летие. Именно это событие предопределило ход и итог Великой Отечественной войны. Одним из значимых эпизодов битвы стало знаменитое сражение у разъезда Дубосекова, где взвод солдат встал против 18 немецких танков. Картину «28 панфиловцев», посвященную этому подвигу, в эти дни показывают во всех кинотеатрах страны. Но мой коллега Виталий Сапожников посмотрел фильм, а заодно сопоставил исторические факты и их кинотрактовку. Ну вот отступать нам нынче оказалось некогда, и помереть нельзя, покуда немцы не остановим. Потому как такой уж выпал нам рубеж. Дальше все. Дальше Москва. Хоть и несколько переиначенная, но все же высказанная каноничная фраза о том, что велика Россия, отступать некуда, позади Москва. Эпопея, снятая на собранной, что называется, всем миром средства, покоряет отечественную публику. Небольшой бюджет и при этом блистательная режиссура, операторская работа, достоверная актерская игра. А главные создатели, очевидно, не поскупились и наняли консультанта-историка. Так что в кадре не «Тигры» или «Пантеры», а «Т-2» и «Т-3». Именно эти машины шли завоевывать Москву в 41-м. Бойна, история, отличный фильм. Мы в школе учили про это. Я в дневнике не забудьте про это. Вот, сына провел. Понравился? Да, очень. Действительно, героизм нашего народа показан правильно. 28 героев, описанных в фильме, служили в составе дивизии под командованием генерала Панфилова, сформированной в Средней Азии. На Западный фронт соединение прибыло в самые непростые дни, когда нацисты находились на подступах к столице. В ноябре вермахт устремился на решающий штурм. Мощные немецкие танковые дивизии, они рванулись на всех направлениях в Москве. И здесь они остановили как раз немецкие танки. А это сыграло свою важную роль. Уже после войны появились сомнения, а могли ли 28 человек перемолоть огромное количество танков, практически не располагая огневыми средствами? Правду ли написали в газете «Красная звезда»? Как бы то ни было, факт остается фактом. Танки не прошли, а солдаты получили высшие награды государства. Вот эти высокие звания начали давать уже, например, форсировать Днепра в 43-й год. 20% герой Советского Союза получили за Днепр. А до этого за Сталинградскую битву всего 112 человек, за Курскую битву 180. А это было действительно первое массовое такое награждение. Впрочем, Московская битва – это, конечно, не только бой у разъезда Дубосекова. Столицу обороняли и местные ополченцы, и маршевые роты из Сибири и Дальнего Востока. Сберегли Москву часто ценой жизни и оренбуржцы. В Московской битве принимали участие действительно многие дивизии, сформированных у нас. Принимали участие даже ректор нашего университета, директор тогда назывался Оренбургского государственного педагогического института, который погиб в боях за Москву. Это Родионов. Все вместе невероятными усилиями врага отбросили от столицы. Это был даже не щелчок, а звонкий удар кулаком по амбициям вермахта. Блицкрик превратился в затяжную войну, а в советских воинах поселился дух победителя и ненависть к оккупантам. Московская битва на тот момент стала самым кровопролитным сражением в истории. Потери советской стороны составили почти 2 миллиона человек. Но огромные жертвы совершенно точно были не зря. В войне наступил перелом. И подвиг 28-ми стал одним из героических эпизодов битвы. Свои панфиловцы были в каждой дивизии, в каждом полку, на каждом участке фронта. Виталий Сапожников, Дмитрий Примачек. Наше время. Печальная новость. Коллектив Оренбургского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» поражает глубокие соболезнования главному научному консультанту Владимиру Кунюкову по случаю кончины его супруги и верного друга Галины Дмитриевны. Кожанская панихида состоится завтра с 11 до 13 часов в Траурном зале по улице Монтажников 34, дробь 3. Медицина высоких технологий. В 4-й городской больнице сотрудники НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена провели мастер-класс по артероскопии плечевого сустава. Плечевой сустав – это особенный сустав. Он находится в постоянном движении, рука очень тесно связана с сухожилиями, мышцами, которые ее крепят. И у людей, достигших возраста 40 лет и более, степень страдания этих сухожилий очень и очень высокая. Если ранее для проведения таких операций делали большие разрезы, то теперь используются эндоскопические методы. Реабилитация таких пациентов занимает около 4-5 месяцев. Но однозначный плюс – через сутки после операции больных можно выписывать. В ГКБ номер 4 обещают, в будущем году такие операции в их больнице войдут в широкую практику. Раз, два, три – замри! Всемирная сеть окунулась в очередной флешмоб. Его называют манекен-челлендж. Хотя нам эта забава больше известна под маркой детской игры «Море волнуется раз», суть затеи довольно проста. Целый коллектив людей на какое-то время замирает за привычными или не очень занятиями. Все это снимается и выкладывается в сеть. Получается довольно забавная и даже немного сюрреальная картина. Состязание оказалось столь увлекательным и заразительным, что его принялись поддерживать известные спортсмены, мировые звезды, пожарные, полицейские и даже депутаты Госдумы. Добрался манекен-челлендж и до Оренбурга, пусть и с некоторым опозданием. Примкнуть ли к замершим или остаться от них в стороне, ломала голову наша Екатерина Киселева. Все началось вот с этих американских школьников, которые просто замерли, просто выложили видео в сеть и понеслось. Интернет-соревнования распространялась по планете со скоростью вируса. И вот уже под ту же музыку в классах и коридорах массово окаменеют российские школьники и учителя. Чем больше человек, тем лучше, чем необычнее позы, тем круче. Вслед за ними останавливать мгновение принимаются полицейские Владивостока. И это вместо того, чтобы останавливать преступников. Возмущается после руководства. Эстафету принимают московские пожарные. Они решаются показать, как спасатели выглядят в тот момент, когда на пульт поступает сигнал АЧП. Среди спортсменов вообще развернулся настоящий батл. Вот на часе притормаживать принялись футболисты «Зенита» и «Спартака». Зрители флешмоба резонно подчеркнули. Какие новости? Эти вообще только и делают, что замирают в неподходящий момент. Ну а дальше на паузу встали депутаты Госдумы. Встали на свою беду. Сначала в комментариях к видео тысячи россиян отписали, что это их привычное состояние. А после Уфа ответила на пассаж депутатов остросоциальным челленджем. В Оренбурге останавливать время принялись вот эти юные и талантливые ребята – видеографы из Оренвидео. Они вообще вывели флешмоб на новый уровень. Говорят, все, что нужно для такой сказочной картинки – фотоаппарат, стезикам и общий кураж. И сколько так надо стоять? Пока не пробежит он. Ну что-то вроде этого. Главное не моргать и не спорить с камерой. Самое главное – важны эмоции. В их объективе первой окаменела свадьба. Та самая, которая еще секунду назад пела и плясала. Это была свадьба человек, наверное, 60-70. Когда мы пришли на свадьбу, мы забыли о том, что там есть еще и бабушки и дедушки, которые даже и не понимали, о чем мы берем и говорим. Но, кстати, самые именно активные – это были вот они. Челлендж был придуман исключительно ради развлечений и не имел ни благотворительного, ни коммерческого подтекста. Однако почти сразу стало понятно – такое видео – замечательный рекламный ход. И вот уже в очередь к парням выстроились и спортивные клубы, и фотостудии. После снятия двух-трех роликов уже начали звонить и спрашивать по поводу всяких фирм и так далее, чтобы это все сделать. То есть у нас уже есть на скорую уже будет 2-3 заказа. Конечно, у этой затеи появились не только свои сторонники, но и противники, которые считают флешмоб бесполезным и бесцельным времяпрепровождением. Хотя, казалось бы, ну чему тут противиться? Хочешь – участвуй в этом безумии, не хочешь – оставайся в стороне. Телекомпания «Регион» – свой выбор везде. Телекомпания «Регион» Который считает, что это просто флешмоб бесполезным. Скортина! Материн Киселева, Константин Воробьев и ребята из Оренвидео для программы «Наше время». Ну а далее в выпуске информации об отключениях. Завтра на улицах Оренбурга и Оренбургского района не будет электроэнергии. Более подробная информация представлена перед вами. Телефоны горячей линии 56 83 38 либо 98 48 48. Ремонтные работы продлятся до пяти вечера. Такой запомнилась нам эта неделя. Будьте с нами, живите в наше время новые семь дней. Всего доброго и до встречи. Компания «Промкомплект» предлагает насосы, задвижки и клапаны, фланцы, отводы, вентили, термометры и манометры, люки канализационные, вентиляторы. «Промкомплект» – все для бесперебойной работы промышленных предприятий. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» Монтажников 1. Телефон 75 15 85.